Новая Жизнь Новая Жизнь Новая Жизнь Новая Жизнь Новая Жизнь Поэтому я вижу, что молодёжь, молодые люди им начинают рассказывать о праздниках, которые были 2-3 тысячи лет назад. Что мне с этого? Почему мне это нужно? Какое я к этому имею отношение? Почему мы, как народ, должны вновь и вновь возвращаться к той истории? Мы же не возвращаемся к динозаврам. Мы не возвращаемся. Мы не видим ни одного народа, который празднует праздники древности. Древнего Рима, Древней Греции, Франции, Германии. Нигде такого нет. Есть государственные праздники независимости, когда образуется государство, или революция какая-то. Ну и всё. Больше ничего. Поэтому так относятся и в особенности наши молодёжь, молодое поколение. Если они не будут знать, каков настоящий смысл наших праздников, тогда нет никакой связи с историей. История — это лишь результат происходящего в природе. И природа накладывает на весь календарь, на весь процесс, который она проходит, и мы вместе с ней впечатывают эти следы, эти этапы развития человечества. Поэтому вся наша история начинается, можно сказать, 14 миллиардов лет тому назад. Сначала Вселенной, может быть, 4,5 миллиарда лет, когда возникла Земля и Солнечная система. Может быть, ну, скажем, Мезозойский период, Палеозойский период. Эти периоды. Не будем требовать от молодёжи, чтобы они знали доисторические периоды. Но все знают, что есть такое понятие — Адам Ришон, первый человек. Кадмон — это первобытный человек, это человек, который произошёл от обезьяны, спустился с дерева и стал жить почти как современный человек сто тысяч лет тому назад. Есть много мнений, когда и что, и каждый год мы находим разные археологические артефакты, которые говорят, либо отодвигают дату на тысячу лет назад, или вперёд. Это называется первобытный человек. Мы говорим о первом человеке, Адам Ришон. Это совершенно другая вещь. Адам Ришон — это человек, парень, который жил 5,775 лет в расчёте от сегодняшнего дня, 2015 год. И он жил. И он раскрыл систему, которая управляет всем этим миром, всем этим миром, система управления. С одной стороны, у него было желание, с другой стороны, было раскрытие. Произошло нечто, что он раскрыл. И этот парень продолжил исследовать и основал школу, у него были ученики. Они пошли по его стопам и продолжили это исследование. Об этом человеке мы читаем в Торе. Об этом пишет и Иосиф Флавий, и много других людей о нём. Но с его времени мы говорим о раскрытии системы управления, или духовной системы. Система, которая управляется высшей силой системы природы. Об этой силе мы мало что знаем, кто её создал, какой-то творец, ничего не знаем. Это одна единая сила, которая включает в себя всю природу. Это сила, в которой есть информация и чувства. Не всё, что должно быть. Сила управляющая. Сила управления. Он это раскрыл, поэтому называется первый человек, Адам Решон, первый, который раскрыл. Но до него жило много людей, у него тоже были отец и мать, и после него тоже. Но он был первым в постижении высшей силы. Написал и книгу, которая называется «Разиэля Малах», и оставил нам её. После него остались ученики. И в Торе написано, нужно понимать, как написано о его учениках и о нём, так аллегорически. Как будто был потоп. Его ученик Ной, Ной построил ковчег и спасся от потопа. И приплыл к горе Арарат. До сих пор там пытаются что-то находить, и вся индустрия Голливуда. Видимо, Адам Решон нужно перечислить дивиденды. А дальше случилось то, что все эти поколения после Адама, его ученики, ученики-учеников, с каждой со своей школой. Каждый продолжал это развивать. Это была такая школа. Они все довели это состояние до уровня Вавилона. В Вавилоне у нас уже было очень особенное состояние. Там люди жили плотно. Вмежду речи. И была уже развита цивилизация. И они достигли такого состояния около 3,5 тысяч лет тому назад. Они настолько соединились между собой, что начали чувствовать отторжение. Это как мы? Вы живете там, я здесь. Мы здороваемся издалека. Если мы приближаемся, уже возникают проблемы. Потому что каждый эгоист, наша природа эгоистична. И мы чувствуем, что мы не способны друг друга выносить. И нужно разойтись. Это то, что они обнаружили в древнем Вавилоне. И это явление называется Вавилонская башня. Когда эгоизм достиг таких высот, как башня, и они не могли друг друга терпеть. И тогда перестали друг друга понимать. Называется смешение языков. И не знали, что делать. Один из мудрецов, который был вавилонским жрецом. Ну а в Вавилоне была вера. Поклонялись природным силам. Деревьям, звездам, разным силам природы. Люди поклонялись. И Авраам тоже делал идолов и продавал. Обслуживал народ. И кроме него было еще много таких, как он. Он был известным. Потому что Терах, его отец, тоже был известным человеком в Вавилоне. Это люди, у которых есть харизма. И они знают, что продавать народу. И Авраам, когда стал исследовать эти явления, он обнаружил, что прежде всего человечество должно войти в такие состояния, где оно концентрируется плотно. И такая плотная концентрация приводит к плохим состояниям. Потому что тогда раскрывается большой эгоизм. И возможно, два действия. Либо они отдаляются друг от друга, все эти народы. Либо они поднимаются выше их эгоизма. И действительно, цель творения не в том, чтобы рассеиваться, а в том, чтобы подниматься выше эгоизма. Потому что при подъеме выше эгоизма они достигают нового уровня своего развития. Когда они собирают все свои способности, все желания, мысли, способности человеческие. И за счет того, что они хорошо соединяются между собой и строят нечто общее, они раскрывают между собой такую сеть связи, где достигают силы управляющего природой. А что это значит? Что если люди в нашем мире, когда они достигают состояния, где раскрывают эгоизм между собой, это одна сила природы, негативная сила. Если они стараются все же, несмотря на это, объединиться между собой, то получается, что они вызывают объединение двух систем, разных и противоположных, друг от друга. Систему получения, систему отдачи, систему ненавистия, систему любви, систему отторжения, систему притяжения. И когда они хотят привести в порядок обе эти системы, они раскрывают, что вдруг между этими системами, и когда они хотят их привести в порядок и не могут, между этими системами они вдруг начинают видеть какую-то связь. это связь, которая связывает две разные системы. Эта связь называется «высшая сила». Эта связь называется «высшая сила». «Изучил весь процесс, который прошли каббалисты, это дама Решона». «Рамбам» пишет о нем, как он это раскрывал, что он получил из прошлого. И когда он это раскрыл, он увидел, что весь растущий у нас эгоизм, когда мы из года в год, из поколения в поколение, становимся более эгоистичными, дальше друг от друга, хотим использовать и эксплуатировать друг друга. Все это привело к тому, что он понял, что мы приближаемся к состоянию, чтобы реализовать правильно наш эгоизм и постараться над ним приподняться. Но постараться приподняться мы не можем, потому что мы только эгоисты. Мы только понимаем, что это дает нам беды, и они действительно страдали в зрении в Вавилоне. И мы видим, как наш эгоизм приводит к настоящим бедам во всех случаях. Что делать? И тогда получается, что Авраам это раскрыл и начал призывать людей, те, кто хочет приподняться над бушующим в нем эгоизмом, кто чувствует, кто готов реализовать это состояние. И к нему пришло много людей. Потому что, с одной стороны, они не были такими эгоистами, как сегодня, а гораздо меньше. Они помнили, что они жили хорошо до эпохи Вавилонской башни. И вдруг, когда наступило тяжелое время, и у них нет никакой возможности ничего сделать, либо разбежаться на все стороны, рассеяться по земле, если направо, то и налево, то многие люди почувствовали, что он говорит по теме. И пришли к нему, и он их учил, как объединяться, он их соединил. И так в мире возникла группа, которая называла себя группа Исраэль, от слова Яшаркель прямо к Творцу, на основе той силы, которую они раскрывают в своем объединении и изучают ее. И тогда они могут знать, где они находятся. И эта сила раскрывается на связи между ними. Насколько они организуют между собой сеть связи, эта сеть связи является высшей силой. Это то, что случилось. И он назвал эту группу народ Израиля. Это был еще не народ, потому что все только начинали заниматься этой работой. Но на будущее это была группа людей, которые хотели объединиться, работали над объединением поверх отторжения. И тогда они с уважением относились к силе отторжения, потому что именно благодаря ей они могли еще больше работать над объединением и приподниматься еще выше и выше к осознанию силы управления. И тогда они воспринимают силу отторжения и притяжения как две силы, у которых есть место в природе, как плюс и минус север и юг. Нет одного без другого. И они ставили отношения между собой в центр. Да, это то, что сделал Авраам. Тогда он их соединил, они жили вместе, и они ушли из Вавилона и стали двигаться в направлении Хананской земли. А вавилоняне, которые не использовали методику Авраама, они рассеялись, и Иосиф Флавик описывает это очень подробно. Группа Авраама, как написано в Торе, поселилась в Хананской земле, потом спустилась в Египет, потом вернулась обратно. Прошло много событий. Но в конце концов цель этой группы, чтобы с течением времени она должна передать эту методику всем вавилонянам, которые пока что заселили всю землю. И как это сделать? И это уже раскрыл Муше. Как это будет? То есть после Авраама, затем Ицхак, Яков, Иосиф, пришел Муше. И он уже раскрывает далее, что нужно делать дальше. Он приводит группу Авраама к новому качеству, которое называется получение Торы. И они должны соединиться на более высокой ступени, когда между ними уже не Вавилонская башня, а гора Синай, от слова Сина, ненависть. Они должны им требуется гораздо большая сила, чтобы соединиться. И тогда раскрывается методика, которая называется Тора. Что такое Тора? Это наука Кабала. Это раскрытие Творца Творения в этом мире, раскрытие сети связи, которая соединяет нас с хорошими отношениями взаимной любви. Так мы должны относиться друг к другу. Это называется возле ближнего как себя или от любви к творениям к любви к Творцу. Возле Творца своего. И так Авраам, который раскрыл эту методику, Авраам раскрыл потом Моше эту методику и раскрыл ее в группе, которая называется уже народ Израиль это большая группа и также группа с большим очень эгоизмом, которые обрели находясь в египетском рабстве. Они почувствовали свой эгоизм, который возрос много больше, чем при Вавилонской башне. Вавилонская башня помножить плюс эгоизм, который они обрели в Египте привел их к эгоизму Угары-Синай. И тогда они начинают работать с этим эгоизмом. И что происходит здесь? Они работают над эгоизмом, принимают его вынужденно и исправляют его в связи между ними. и здесь они начинают понимать, что их миссия, когда они раскрывают эту большую систему, исправить всю реальность, то есть всех людей, всех тех вавилонян, которые убежали, от которых они убежали. И как делать? И они понимают, что они должны сделать несколько действий. Первое действие они постепенно исправляют себя до уровня, когда все соединяются как один человек с одним сердцем. И когда они понимают, вырабатывают такой подход, называется работа в течение сорока лет странств не по пустыне, они приходят к состоянию, когда они достигают большого соединения. Это соединение означает, что они строят между собой из-за их эгоизма выше их эгоизма. Вместе с их эгоизмом такое большое соединение, которое называется дом, то есть к ли, вместилище для святости, взаимной любви. Это называется храм. Дом святости. Святость это отдача, любовь, уровень бены. и тогда, когда они достигли этого, они увидели, что они могли быть не больше минуты на таком уровне, и сразу с этого уровня начали падать. То есть вместо этой большой любви и объединения, которые не постигли на одно мгновение, это сразу начало портиться. Там были вельможи и военачальники, и другие части народа, которые стали конфликтовать между собою, и началось падение. Затем Наук Хадоносор разбил храм, но это не здание в Иерусалиме, а это означает, что посторонние силы эгоистические властвовали над тем объединением, которое не постигли. такое объединение, такой красивый шар, где они раскрывали всю систему управления мирозданием, и этот шар вдруг начал растворяться, разрываться. Разные части народа стали от него отходить, не осталось ничего. И они почувствовали, что они чужие друг другу, находятся среди народов, как написано в свитке Эстер. Они жили в 127 странах и даже не знали друг друга, что они евреи. Так жили просто. У них было понимание, в каком они были объединения, но это было так, как мы смотрим на историю. Затем их состояние стало еще хуже. Почему? Потому что исторический процесс, система управления, которую они изучали, они знали, что это не может так закончиться, что с самого начала и Авраам и все каббалисты раскрыли, что мир должен прийти к объединению. Как написано у пророка, все познают меня от мала до велика. И дом мой наречется домом молитвы для всех народов, и все соединятся вместе. И волк будет лежать рядом с тигненком. То есть мир должен прийти к единству, к гармонии, которое включает в себя все. Это называется храм. Это называется третий храм. Они пока что прошли разберение первого храма, потом вавилонское изгнание, потом беды, изгнание, стали оказывать в них давление и обязали их убежать оттуда обратно в землю Израиля. Об этом говорит свиток Эстер, Пурим, мы это можем прочитать. Они вернулись в землю Израиля и вновь стали работать над своим объединением. И построили между собой хорошую связь, хотя не такую, как было раньше. потому что из вавилонского изгнания они принесли с собой новые эгоистические желания, которые они привезли с собой из того вавилона, который еще больше испортился. Они как будто вернулись в то место, откуда они ушли и смешались там с их эгоизмом, так себя окунулись туда и пришли обратно. Поэтому не смогли построить такую связь, которая была в первый раз, тесную, хорошую, сильную связь. И построили что-то более простое. Это называется второй храм. Но тоже были связаны между собой, договорились. Хотя уже были конфликты, разные мнения. И вновь началось падение. Нужно понять, что приходят к объединению на одно мгновение, затем падение сотни лет. И так было и во втором храме. В первом храме это было пространство несколько сот лет, потом второй храм несколько сот лет, пока не пришли к состоянию вне раби Акивы. Сколько он не пытался их усилить, и даже 24 тысячи учеников вдруг стали испытывать напрасную ненависть вместо братской любви. Тем самым связь между ними разбилась. Они перестали чувствовать эту чудесную сферу, в которой находится вся реальность. и так они пришли к разрушению второго храма, то есть к разрушению связи между ними. И вновь ушли в изгнание. И это изгнание продолжается до сегодняшнего дня 2000 лет. но мы говорили о том, что уже Моше раскрыл и Яков хотел услышать эти вещи. Что происходит с восстановьями? Он спрашивал высшую силу эту систему, хотел осознать, что происходит в конце всей истории его сыновей, это народ Израиля, мы называемся сыновья Якова. И до сегодняшнего дня мы находимся в изгнании. Система управления, это большая, которую мы раскрываем, она действует на основе четких, постоянных, непреложных законов. Поэтому она действует на основе многих законов, там есть очень много данных. И здесь мы должны сказать что-то о календаре. Если христианство работает на основе солнечного календаря, а ислам лунного календаря, то мы находимся посередине. Мы берем обе эти системы и работаем с двумя. Поэтому наш календарь постоянный. Что значит постоянный, что несколько тысяч лет тому назад, тогда мы решены, от первого человека, мы знаем точности, что происходит, когда произойдет, когда Песах, когда суток, в какой год, в какой день недели, в какой день месяца, когда будет восход и закат и светлое время суток, сколько продолжается и сколько продолжается темное время суток. астрономически он построен очень точно в наш календарь, потому что принимает в расчет всю систему, но Каббала дает нам возможность это сделать. но интересно в этой системе то, что поэтому по нашему календарю у него есть особые даты, особые места. Есть благополучные времена и неблагополучные. Когда больше работает сила эгоизма, когда больше работает сила любви. потому что они сбалансированы правое левое посередине и происходит так, что есть период в году который нехороший на протяжении всех поколений, всех лет и это период от 17-го тамуза до 9-го ава. В эти дни мы себя ведем как в траурные дни. то есть высший высший высшая сила сила дачи любви в нашем мире совсем находятся в скрытии. Поэтому случаются разные проблемы в особенности с нами с народом Израиля ведь мы связаны с этой силой. И наоборот народы мира которые связаны с плохой силой с эгоистической силой именно они в эти периоды преуспевают. Это слышно очень детерминистично. Да, потому что есть корень и в ветвь. Когда духовная система действует и управляет всем этим миром то она из года в год как она вращает солнце и землю всю вселенную вращает их своей особенной силой то также поэтому эта сила действует не только на большие космические тела на неживом уровне солнце луна земной шар а также на уровнях растительный и мы видим что у каждого растения есть свой период в году и на животный уровень у них тоже есть периоды когда они размножаются когда они они привязаны к системе природы только человек не привязан человек не привязан человек не должен быть привязан к неживому растительному животному уровню он находится под влиянием он находится он подпитывается правильнее сказать от них но не то что он находится под ними как неживое растительное животное но есть плохие периоды и хорошие плохие и хорошие периоды они приходят от природы поскольку он находится под ее властью а если он может подняться над этим то эти плохие времена становятся несколько раз более хорошими чем раньше были хорошими я хочу этому научиться для этого существует только кабыла и получается у нас так что за это время с 17 потому за до 9 авра мы постоянно сталкиваемся с бедами потому что сила зла действует в мире и она действует в мире это злая сила действительно с целью чтобы мы ее сделали хорошей но у нас пока что нет к этому достаточных навыков и сил мы недостаточно связаны для того чтобы притянуть силу управления в мир и объединиться под ней и также повлиять силы объединения на весь мир развернуть ее над всеми это сила которая действовала и в те времена когда было разрешение храма привело к его разрешению мы все знаем высказывания что из-за напрасной ненависти был разрушен храм это непонятная вещь когда вы часто объясняете становится более понятно как отношения между людьми вызывают меняют судьбу народа общая сила природы которая называется духовность или природа природа в гематрии это творец эта сила действует на нас снизу вверх снаружи внутрь а мы можем наоборот задействовать на нее из внутри наружу то что повлияет на реальность что повлияет да это наша работа мы были в разрушении первого храма мы прошли разрушение второго храма и сейчас оказались в состоянии что мы полностью разбиты между нами между народом нет непонимания этой системы которая объединяет нас которая существовала со времен Адама Решона Афраама когда изучали Гаврия Муше применяли вплоть до разрушения второго храма Раби Акива и все сейчас мы оказались в очень особенном состоянии с одной стороны мы рассеялись среди народов мира и дали им разные формы развития от себя появились религии появились философии науки все что было у нас это мы отдали это было через Римлян через Линов через философов разных времен мы создали систему производства и торговли это стало основой современного мира производства и торговли сначала это было только у евреев мы построили эту систему как интегральную потому что евреи были рассеяны по всем странам у них был язык они верили друг друга они построили между собой связи это было тысячу лет назад 500 лет назад мы все время этим занимались из-за нашего особенного состояния я пребываю из Италии в Голландию я могу поговорить с евреями зайти в снагогу и мы ведем бизнес их все они к нам в свою очередь потому что тогда мир был мал все находились в пределах досягаемости друг друга это и одна культура и одно воспитание один язык все одно я приезжаю я могу у него поесть нигде в другом месте это нам помогает объединяться я могу идти в снагогу то есть это привело к развитию производства и торговли в мире и так мы развивали мир поэтому мы вышли в изгнание чтобы дать миру развитие технологическое научное производственное торговое и религии потому что все же все что мы можем думать о религиях это развитие человек перестает думать что есть сила в дереве или в камне как бы раньше а развитие идет в сфере духа это привело к развитию живописи музыки то есть внутреннее душевное развитие человека и все это через религии об этом можно много говорить об этом не написано и лучше не будет написано иначе нас будут еще больше ненавидеть потому что все поймут что все что есть у них они думают что это их взято у нас это не важно и в нас откуда-то появилось у нас от того что мы когда-то постигли духовную внутреннюю высшую силу природы но так или иначе мы передали им это и получили также от них хиссароны потребности желания мысли в особенности формы их эгоизма которых у нас не было и за счет этого мы спустились еще больше потому что они это те вавилняне которые не соединились с Аврамом для духовного подъема и тогда мы когда соединились в течение двух тысяч лет мы взяли у них переняли у них их естественный эгоизм который пока что развивался этого нам не хватало и на сегодняшний день мы находимся в состоянии что у всех у нас есть большой эгоизм вещи которые мы передали от себя народу мира они развили мы зависим от них они закрыли нас оказывают на нас давление и обязывают нас к тому чтобы мы как они сами говорят выполнили бы нашу миссию они обвиняют еврея во всех бедах мира хотя нас не больше не больше 0 процента населения они везде они всем властвуют они в производстве у них англическая премия банки все 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 это они и все плохо но то что не так говорят это нормально мы это понимаем но что нам нужно делать и здесь уже книга Зор которая написана 2000 лет тому назад в начале изгнания объясняет нам что нам сейчас вновь нужно объединяться именно сейчас время когда мир оказался в том состоянии в котором он был в древнем Вавилоне все были связаны с одной страной и мы связаны сегодня и кто привел к этому объединению если не мы мы привнесли в мир методику объединения в производстве в культуре воспитании банковской системе везде объединение шло через нас потому что это шло от высшей силы когда мы стали одной маленькой деревней глобальной да да через нас это идет потому что силу объединения мы обрали тогда с помощью Авраама без этого нет силы объединения в мире вообще была естественная сила на очень маленьком уровне объюта потом исчезла нет связи между людьми они готовы жить так каждый в своем месте этот в пустыне этот в лесу этот так этот по-другому нет объединения объединение идет через нас через все эти формы производства культуры воспитания и так далее и получается сегодня что мы обязаны дать миру методику правильного объединения нового и как вавилоне нам не удалось мы должны сделать сегодня и сегодня должны преуспеть согласно той системе которую мы рассказали раньше то после двух разрушений храма тысячу лет за тысячу лет до новой эры и в начале новой эры а сейчас у нас прошло две тысячи лет новой эры и мы находимся в состоянии что мы можем начинать строить связь между нами это называется построить третий храм и в этой связи я изучаю что можно прийти к состоянию когда те плохие периоды раскрытия зла раскрытия эгоизма которые происходят между 17-м Талмуз и 9-м Ава будут самыми лучшими временами а 9-й Ава это как самый плохой день в календаре будет самым хорошим днем потому что все зло которое раскрывается об нем из его внутреннего духовного корня мы сможем обратить в добро от большого минуса к большому плюсу поэтому мы тем самым приведем к изменению во всей системе управления для всех народов и всего мира человечества это то что мы должны сделать поэтому мы должны с одной стороны выказывать признаки траура потому что с нами это произошло а с другой стороны должны относиться к этому по-зрелому и понимать что так действительно произошло и как произошло за все те периоды за то время пока Израиль был в пустыне от выхода из Египта до вхождения в Израиль и 9 авгу каждый рыл себе могилу если ты умирал то умирал если ты не умирал то вставал но это не слишком радикально это вам кажется радикально так что я хочу сказать что эти дни становятся станут хорошими как тогда эти дни были следствием плохой системы так сегодня мы можем их обратить в дни хорошие и с этого момента у нас нет состояния что мы должны плакать нужно эти признаки соблюдать чтобы обратить их в хорошее пока зло становится добром и день страданий и траура становятся днем большой радости людей да мне кажется для того чтобы идти в этот направлении нужно понять связь между всеми вещами которые происходят в нашей жизни или даже в истории были разные разводы изгнания и другие трагедии и тем действиям о котором вы говорите объединение нашей связи как это можно объяснить вдруг происходит что-то в нашей жизни плохое все что происходит плохое или хорошее происходит по той программе которую мы изучали еще вне Адама и Абрама и Муше все это чтобы нас приблизить к объединению эта вещь очень простая не знаю ничего я лишь знаю одно все что происходит должно обязать меня прийти к большему объединению со всем миром прежде всего народ Израиля а народ Израиля это должен делать поэтому народы мира нас ненавидят потому что подсознательно они чувствуют что у нас есть эта программа это понимание эти связи где мы можем быть связаны с внутренней системой и через нас можем подпитывать весь мир хорошей силой силы отдачи и любви и объединения поэтому нам это нужно делать и не зря антисемитизм в мире не исчезает а усиливается потому что действительно нам следует сделать исправление они не могут сделать ничего и действительно они не виноваты у них нет свободного выбора ни к хорошему ни к плохому ни к чему поэтому если мы не смотрим чего нам от них ожидать мы должны только обязать себя прийти к такому объединению как было как обучал нас отец народа и так продолжать в науке Каббала она так нам объясняет обучает нам нас поэтому у нас есть сильная организация сильная группа и мы действуем по всему миру и все это для того чтобы обратить плохую эпоху чтобы она больше не вернулась ни в каком виде стало добром я хотел спросить согласно моим подсчетам осталось 5-6 минут вы говорили о двух системах вы сказали что есть две силы сила негативная и позитивная система отожжения система сближения система ненависти система любви и вы сказали что возможность соединить две системы противоположные именно их сочетание приводит к раскрытию чего-то более высокого объединяющего так работают все системы я хотел спросить когда вы смотрите на израильское общество сегодняшнего дня оно разделено эгоизмом ненавистью размежеванием все системы с полицией все все любая система что ни возьми полностью находится под действием эгоизма и там где начинается распад отношений как можно к этому присоединиться согласно вашему восприятию системы в которой есть противоположная сила сближения объединения любви мне кажется что это самое далекое только что можно представить израиль сегодняшнего дня самый далекий от того что должно быть да мы самые плохие так как может быть цель которую вы изображаете нас очень далека дальше всех да если народ израиля поднимается там поднимается выше звезд а если падает то падает ниже всех как вы на это смотрите я смотрю на так что нам не хватает силы объединения не хватает критически мы видим и очень хорошо что мы начинаем раскрывая что-то действительно не хватает но почему плохо что мы видим что так не хватает и мы такие плохие это хорошо у нас есть книга с инструкциями что с ним делать наука каббала которая объясняет нам как нам привлечь высшую силу хорошую силу наука каббала это раскрытие творца творением в этом мире творец называется сила любви сила взаимной отдачи сила объединения если мы будем знать как притягивать как раскрывать эту силу между нами отдачи любви объединения взаимности то именно сила зла отторжения эгоизма вместе с силой добра даст нам силу откуда идет всегда сила взаимодействия противоположных сил плюс и минус чем больше между ними разница сто вольт тысяча вольт миллион вольт это разница между одним и другим напряжение между ними противоположность тогда есть большая сила и ты можешь всю реальность связать вместе одним объединением израиль это страна в которой у людей самый большой эгоизм израиль это не страна израиль это народ который в прошлом был на духовном уровне и потерял его поэтому сейчас находится в материальной бездне и сам его эгоизм самый большой и когда мы смотрим на такое общество вас разве не удовлетворяет нет нет какого может быть объединения именно они предназначены для этого но они дальше всех можно поехать в Финляндию 80 нескольких европейцев которые спят на ходу и сделают но что с ними сделать как у них белые медведи такие и они на полчаса пойдут спать что ты хочешь от них ты не можешь кроме народа Израиля ты не найдешь еще такой плохой народ жестокий я бы даже сказал глупый глупый не умом а в едином цели мы изолированы да изолированы ты не найдешь второго такого поэтому они предназначены для этого что мы просто так были на духовном уровне чтобы упасть в самую глубину сейчас были достаны исправления но если мы исправляем себя мы покрываем весь мир ты возвращаешься в древний Вавилон к тому населению которое сейчас составляет миллиарды людей в мире и ты можешь через себя кто ты всего-навсего такой игольное ушко но ты способен в это игольное ушко провести свет для всего человечества потому что твоя сила большая как связан свет со всем этим отношениями а что ты должен передать ты должен передать всему миру силу объединения высшую силу силы любви это дает изобилие в мире да почему какая связь потому что тебе покрывает минус поэтому система входит в состояние гармонии соединения на следующую минуту вы сказали фразу я хотел чтобы ее объяснили траурный день станет прадостным днем так написано у пророков и что это будет траурный день 9 августа как он станет днем любви это зависит от нас когда мы перейдем изменим этот духовный корень это день в который произошли все беды разбиения скрижали и первого храма второго храма очень много в течении истории было плохих вещей и ты приносишь туда положительную силу силы объединения и справляешь тогда ты строишь башню творца поднимаешь человечество к объединению идеальному и тогда весь наш мир поднимается на уровень высшего духовного мира мы поднимаемся вместе к следующему измерению амин 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 спасибо вам Раба Лайтман спасибо Таль спасибо вам что были с нами до следующих встреч всего наилучшего новая жизнь до свидания спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok